Всем привет, с вами Вася из Нью-Йорка. Знаете, я сегодня хотел что-нибудь интересное записать. Например, минусы Нью-Йорка, а в Нью-Йорке тоже есть минусы. И тем у меня для обсуждения довольно-таки много, но с нынешней ситуацией в мире я даже не знаю, что можно сказать. Что можно описать? Как? Я в шоке. Правда. И я не знаю, что сказать. Материться я не хочу. Я в жизни уже наслушался матов, руганий. Я родом из Мактогорска все-таки. Я рос в 90-е. Я знаю, что такое ругань, крики, скандалы. У меня отец был не самый лучший человек, к сожалению. И я в полнейшем дичайшем шоке от того, что происходит. Я помню, около 4 лет назад в России я лежал из депрессии. И я не знал, что делать. Потому что я видел, что страна куда-то катится, моего будущего в России нет. И я понимал, что ситуация будет все хуже и хуже и хуже. Хотя на тот момент мне казалось, что это уже максимум. Хуже быть не может. И цены огромные. И прав людей нет. Конституция не соблюдается. Честных судов нет. Полицию в России надо бояться. Она не придет на помощь. И тогда, как оказалось, я был очень сильно прав. Но я не подозревал, насколько ухудшится ситуация. Я не подозревал, насколько все усугубится. Я думал, что, ну да, может, чуть-чуть цены подрастут. Может, еще что-то хуже станет. Законы какие-то будут странные. Но чтобы настолько все изменилось. Я в шоке. И я не знаю, что мне сказать. Тогда, оказывается, еще были нормальные времена. А что сейчас происходит, я не представляю, как это описать. Я не понимаю. Правда. Самое дикое, что есть люди, которые поддерживают это все. Как можно поддерживать такое? В Конституции Российской Федерации закреплены право на митинги. Как вы считаете, эта статья Конституции работает в России? К мнению народа, хоть кто-нибудь из властей прислушивается в России? Я этого не вижу. Хоть что-то в России современное работает на благо людей. На благо современных людей хоть что-то в России сейчас принимаются, хоть какие-то законы. Тайна переписи, она вообще не гарантируется. Обратите внимание, когда подписываете контракт с оператором, он вам не гарантирует тайну вашей переписи, тайну смсов, тайны сообщений. Хотя тайна переписи, она гарантирована статьей Конституции. Уж не помню, какая там статья, но это гарантировано. Если уже не убрали этой статьей из Конституции. Как ненадобностью. За ненадобностью. И в России это сплошь и рядом. Какие в России суды, все прекрасно знают. Что происходит в СИЗО, все прекрасно знают. И все хуже и хуже и хуже. По уровню коррупции Россия обогнала, по-моему, даже самые бедные страны. В каком-то рейтинге Россию обогнала Северная Корея. Представляете, Северная Корея обогнала Россию. По рейтингу, какому там, одному из худших. Как живут российские пенсионеры уже, я думаю, не надо даже рассказать. Это просто ужас и кошмар. Люди всю жизнь отдали на благо своей родины. Работали, старались. В конце жизни они получили фиг. Лекарства дорогие, лекарства подделка. Хорошее, нормальное лекарство пенсионеру надо заказывать из-за границы. А денег на это у пенсионеров, разумеется, нет. Если, например, пенсионер в Нью-Йорке, у него находят онкологию, то его лечат бесплатно. Для него это будет бесплатно, абсолютно. В России есть такой ситуации. Человек проживет полгода от СИО. Месяца два или три. Когда он находит четвертую стадию онкологии, рака, и в России с таким диагнозом... У одной женщины здесь была такая ситуация. В России с таким диагнозом живут максимум полгода. Это максимум. Российская медицина, российская страховка не покрывает адекватное лечение. В Америке она прожила семь с половиной лет. Я про это уже рассказывал. В месяц лечения изначально ее стоило 2700 долларов США. А потом уже через семь лет ее лечение в месяц обходилось 4400 долларов. А она прожила семь с половиной лет. И я не представляю, если бы у нее такое нашли в России. А она летала ради интереса, узнавала, что ей будет, какая ей будет помощь. А никакой практически. В России такие люди не нужны. В России такие люди не смогут жить. И кто-то мне еще будет из хейтеров, или неважно из кого, писать, что в России все для людей. А что все для людей? Поддельные лекарства, огромные цены. Это в кавычках бесплатная медицина, от которой люди-то толком долго не живут. В России продолжительность жизни очень маленькая. Спросите в Магнитогорске мужики, сколько живут, которые работают на комбинате, особенно в горячих цехах. Люди до пенсии-то иногда не доживают. И кто-то мне еще потом в комментариях будет писать, что из Америки бегут в Россию за лучшей жизнью, за правами. Да за какими правами? Какие права могут быть в России сейчас? О чем это можно говорить? В России ни медицина, ни конституция не работает. Права людей вообще не соблюдаются. Это пустой звук. Еда, она состоит из технического пальмового масла. Лекарства, подделка. Это в кавычках бесплатная медицина, нифига толком не покрывает. Да, конечно же, что-то она покрывает, но с точки зрения Америки, я даже не знаю, можно ли это назвать медициной. Потому что я здесь вижу, как живут пенсионеры, как они улыбаются. Да, ругаются, ворчат, потому что здесь цены на стоматологию дорогие, там страховка у всех разная, зависит от дохода, от пенсии. У кого-то, может быть, там даже и не покрывает. Я не знаю, если честно, насчет дантиста, покрывает или не покрывает. Но в любом случае это решаемо. Можно взять кредит беспроцентный, рассрочка, если по-русски. И если посмотреть на пенсионеров в Америке, у них все зубы на месте. У них зубы белые, они улыбаются. Они кушают фрукты, они долго живут, они спокойно живут. И это ни в какое сравнение не идет с Россией, где пенсионеры находятся постоянно в состоянии стресса. Мне, может, кто-то скажет, а что ты о пенсионерах думаешь, тебе же 35 лет всего лишь. Блин, у меня родственники пенсионеры, у меня мама пенсионерка, и мы, когда с вами будем пенсионерами, мы обязаны заботиться о пенсионерах и думать о них. А как иначе-то? Они нас вырастили. Нужно им быть благодарными, их поколение. Я, например, хочу, чтобы моя мама достойно жила, чтобы она не переживала хотя бы, чтобы хотя бы времена были спокойные. Дожили. Какая-то рыба в России, это деликатес. Причем уже ментай становится деликатесом. Это вообще нормально, нет? Я в Нью-Йорке всего лишь помощник, механик по ремонту лифтов. Стажер по-русски. Я спокойно после работы могу пойти и купить стейк семги, себе на ужин пожарить. Или креветки очищенные. Клубники, вот вчера килограмм взял. Ну, почти 900 с чем-то грамм. Она свежая, вкусная, ароматная. По вкусу обычная клубника. Ни фига ни пластика, ни трава, как некоторые пытаются из России мне писать. Обычная нормальная клубника. В Магнитогорске она не слаще, уж поверьте. А по цене в Магнитогорске его бабушка надороже, чем я в Нью-Йорке куплю. А зарплата здесь совершенно разная. И как это описать? Люди в России что? Хуже работают? Меньше прав должны иметь, что ли? Почему? Что это за отношение такое? Почему люди поколениями страдают в России? Почему люди считают, что жизнь в стрессе и в депрессии – это нормально? Почему нормально среди старшего поколения говорить, ну, всем же плохо, все же как-то живут, все тянутся, как-то стараются. Бог терпел и нам велел. Неси свой крест. Интеллигент вшивый. Эта фраза-то на русском языке. Почему в России должны страдать поколениями целыми? И всем трудно. И ты будешь жить так же трудно. Почему? Я еще в детстве на это все смотрел, я не понимал и думал, а зачем? Почему все должны страдать? Почему всем трудно? Неужели во всем мире всем так трудно жить? Неужели везде так страшно? Неужели в России так вот полицию страшно вызвать? Тогда это была милиция, когда я был маленький. И неужели везде в мире так же страшно вызывать полицию? Милицию. Тогда это было. И, как оказалось, нет. Оказывается, такое происходит реально только в России и в бывшем СССР. Ну, не считая некоторых стран. Что не так с этим миром? Куда это все катится? Что должно произойти в России, чтобы народ стал жить нормально? Хотя бы с правами. Да элементарно, что должно произойти в России, чтобы народ любил друг друга? Люди же грызутся просто, злые какие-то становятся. Покусать друг друга готовы. Я, конечно, понимаю, раньше, воспитываясь на историях про Павлика Морозова, он раньше был герой. И сейчас-то попытались возродить то, что ребенок сдал своих родителей, когда они поделали справку ребенка, наградили айфоном. Какой он молодец. Ладно, это фиг с ним. Это на совести каждого. Но когда в России-то жить-то хоть нормально начнут? Почему я говорю только про Россию, а не про Занзибар, например? Да потому что я родился и вырос в России. Почему я не говорю про Украину или про Беларусь? Потому что там тоже живут люди со своей головой на плечах. Я считаю, что люди в своей стране сами разберутся. В своей стране. Я родился и вырос в России. И поэтому я говорю только про Россию. Не про Занзибар, не про Эфиопию, не про Уругвай, а про Россию. И я теперь живу в Америке. В мае будет три года. Поэтому я говорю про Россию и про Америку. И конкретно я жил в Магнитогорске, и теперь я живу в Нью-Йорке. Но Челябинск мне тоже близко. Это огромный город. Поэтому иногда сравниваю с Челябинском. Можно иногда с Москвой сравнить. Но в Нью-Йорке, работая на МРОД, если по-русски, на минималку, здесь так называется, можно спокойно жить. Не выживать, а именно спокойно жить. А в России на МРОД не выживешь. Никак. Вообще. Причем в Нью-Йорке вы будете лечиться даже, получая минималку. Полноценный спектр медицинских услуг получать. А в России что можно? Купить, получаем рот в Москве. Можно ли снять квартиру возле метро? Однокомнатную, как в Нью-Йорке. Здесь эта студия называется. Нет. Можно ли пойти в частную клинику к дантисту по бесплатной государственной страховке, чтобы еще лекарства оплатили. Все полностью. Нет. Очки для зрения, массаж, МРТ в частной клинике с контрастным без. Нет. В России это невозможно. В Нью-Йорке это все возможно. Потому что в Нью-Йорке о людях заботятся, в Америке. В Америке перед законом все равны. В Америке Верховный суд может отменить указ президента. В Америке суды независимые. Поэтому я люблю Америку. Я Василий. Я родился и вырос в России. Но мне за Россию стыдно. В Америке я человек, у которого есть права. В Америке работает конституция. В Америке работает закон. Хейтеры много чего могут написать. Но я не бездомный, который живет в палатке. Поэтому мне про это можно даже и не писать. В России бездомных тоже очень много. Только у них нет пособий 1200 долларов, нет бесплатных таблеток, бесплатной медицины, нет бесплатных хостелов, и нет хорошей еды типа семги. Такие дела.